Уходящий год был насыщенным на события во всем мире. Неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, допинговые скандалы, Панамское досье, открывшее миру скрытые деньги известных политиков, Брексит, отколовший Великобританию от Евросоюза. Международные события в той или иной степени влияют на Беларусь. Но что Александр Лукашенко считает наиболее важным для нашей страны? Самым главным событием явилось то, что сие лихолетия и несчастья минули нашу страну. Мы избежали всяких Брекситов, мы по большому счету не прикоснулись к этим допинговым скандалам, да и те политические события, связанные с именем Дональда Трампа, а это политический переворот фактически в такой империи, нас миновали. Вот это я считаю самое главное. Ну а вообще, что приходит на ум? Дети. У нас родилось впервые за всю нашу суверенную историю больше детишек, чем когда-либо было. И мы уже превысили смертность. Значит, мы пробавляем. Вот это вот, это событие. Ну и то, что мы избежали этих несчастья. Активно обсуждают в обществе и недавнее кадровое назначение. Чиновники, занявшие ключевые должности в администрации президента, свидетельствуют об упоре на социальный блок. В любом государстве, а мы ведь декларируем социально ориентированное государство для народа, так вот, тем более в таком государстве, главное, это люди. Все эти, как я часто говорю, гайки, болты, экономика, тогда чего-то стоит, если это делается ради людей. Если это делается не для людей, то не нужна такая и экономика, и не нужно вообще-то такое и государство, народу. Поэтому отсюда все, все ради людей. Поэтому социальные вопросы, они были, есть и будут всегда в центре внимания. 2017-й объявлен годом науки. Уходящий 2016-й был посвящен культуре. Чего удалось добиться и что ждать от года грядущего? Если искренне, не хотелось бы, чтобы будущий год науки прошел так, как прошел год культуры. Если мы объявляем годом, допустим, культуры какой-то год, что мы хотим? Что мы имеем в виду? Мы хотели бы, чтобы в это время, в этой отрасли, в данном случае культуры, были какие-то достижения, открытия. Ну, что-то великое свершилось в этой сфере. Вы что-нибудь помните из ушедшего года, что-то в области культуры великое, что мы свершили? Я не помню. Ну, может быть, я был отвлечен слишком, может быть, я занимался больше другими проблемами, но выдающегося ничего вспомнить не могу. Для культуры это был обычный год. Обычный. Поэтому, увы, ничем не могу вас порадовать. Разумеется, не обошлось и без новогодней тематики. Есть ли подарок, который хочет получить глава государства? 500 долларов в среднем. Понимаете? Вот это был бы для меня подарок. Я об этом мечтаю. За этим будет стоять колоссальный, неимоверно тяжелый труд. Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет сделать, с ними мы расстанемся. Чего бы нам не стоило, мы будем тяжелейшим образом идти к этой цели. Александр Лукашенко в очередной раз призвал, поздравляя друг друга, не забывать о самых уязвимых людях. Ведь счастье детей и стариков зависит от всего общества. Дмитрий Семченко, Денис Ткаченко, Сергей Инковский, ОНТ.